Ни мы, ни Надежда как раз не были в числе тех, кто содрогнулся. По простой причине мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчёт о том, что это просто цифра на бумаге. И была бы там написана эта цифра или любая другая, ничего бы не изменилось. То есть было там написано 15 лет, 10 лет, даже 5 лет. В обычном деле, где приговор является более или менее прогнозом на будущее осуждённого, да, это имеет значение. Если бы я в таком деле иного рода добился бы по этой статье срока 10 лет вместо 22, я бы считал это неким успехом адвокатским. Здесь мы понимаем изначально, что вот приговор, его нужно выслушать, он должен состояться. И после этого те переговоры, которые идут все эти почти два года, что Надежда находится в России, они пойдут с новой силой. Потому что снимется главное препятствие, главная отговорка, которой нас последний год кормили российские представители. Пусть суд выскажется, а дальше посмотрим. Вот суд высказался, отговорка ушла. И дальше уже вопрос в том, насколько единым фронтом будут выступать остальные участники минского процесса, кроме России, в вопросе Надежды Савченко. Пока мы видим, что с этой стороны всё прекрасно. Единство есть. Я общался вот и с господином послом, и с другими людьми в Вашингтоне, пытаясь выяснить, что же, собственно, там думают о Надежде Савченко, а я отдельно взятом кейсе. А вы ездили в Вашингтон, да? Да, да, я ездил. Это было два захода до того, как она объела сухую голодовку и после. И если первый заход мне никаких утешительных новостей не принёс, мне говорят, что да, мы понимаем, мы беспокоимся, мы выражаем озабоченность, но тем не менее, то уже буквально через неделю или через две недели косяком пошли громкие заявления. Пошло заявление Секидая Кэрри, пошло заявление вице-президента Байдена. Буквально неделю назад или полтора недели назад было заявление президента Обамы, который вообще не верил, что такое возможно, что президент США будет публично требовать освободить человека, по которому ещё не вынесен приговор. Это, на мой взгляд, означает совершенно иной уровень неприятия того, что происходит в российском суде. Это уже не какие-то мягкие, такие завуалированные намёки, это очень прямое, жёсткое требование, это заявление о непризнании этого суда. И это нам даёт основание для сдержанного оптимизма, особенно в сочетании с тем, что мы слышим последние дни относительно визита в Москву, опять же, Секидая Кэрри. По моим сведениям, его переговоры в той части, которая касается Надежды Савченко, прошли успешно. Была озвучена на переговорах, хотя и не публично, дата, когда будет определён способ, каким она вернётся в Украину. Приблизительно, когда это будет? Давайте я скажу аккуратно. Мы ждём точной информации в течение ближайшей двух недель. Продолжение следует...